Отримай шанс на бонус до 10 тысяч гривен от FAFBET Тайный план Путина по Приднестровью Есть военный аэродром, куда могут садиться военные борта из России Ждать ли Одесситам нож в спину От КПП до территории Украины чуть меньше полутора километров Что так испугало незаконную власть Ирасполя? Где-то там, в Приднестровье, начнут очень быстро обрываться тромбы И чего приднестровские сепаратисты боятся больше, чем Путина? 28 февраля. Самопровозглашенные власти Приднестровья собирают так называемый съезд депутатов всех уровней В СМИ просачиваются слухи. Непризнанная республика якобы собирается проситься в состав Российской Федерации Многие верят в то, что это возможно Ведь на следующий день запланировано знаковое для Кремля событие Обращение Путина к федеральному собранию То есть эти два события должны были быть взаимосвязаны Заголовки зарубежных СМИ пестрят предположениями о возможной аннексии Тоже пишут и украинские Ведь аналогичный съезд сепаратистов всех уровней мы уже видели В 2004-м в Северодоренске И я, как мэр Москвы, готов снять свою любимую кепку, чтобы быть похожим на Януковича Тогда будущие предатели Украины уже просили помощи у России Россия! Россия! Но у Кремля тогда не было формального повода для нападения Так что в Украине решение съезда спрятали в далекий чулан А вот в России не забыли 20 лет спустя депутаты всех уровней непризнанной республики Приднестровья Собираются в Тирасполе Единогласно голосуют Единогласно! Но за что? В тексте одно лишь только скуление Что в Приднестровье живет много россиян А вот молдаване им не дают денег Ни в резолюции, ни в декларации Ни слова о присоединении к РФ Что же тогда произошло? Расскажем дальше Чтобы разобраться, давайте взглянем на карту С одной стороны границы непризнанной республики Украина, где очень не любят сепаратистов С другой Молдова, где их пока терпят Тамошнюю форму правления политологи характеризуют Как кланово-олигархическую Это мафия, это большая мафия И ее все устраивает И устраивает, как они зарабатывают деньги Устраивает эта ситуация И устраивает эта изоляция Речь о Приднестровской корпорации «Шериф», Которую молдовские власти Наконец-то принудили платить налоги Живя типа в русском мире Но торгуют с Евросоюзом Очень по-крупному И конечно не платят ни США в молдавский бюджет И молдавские власти пришли и говорят Слушайте, ну давайте, ребята, как-то вот И нам немножко, чтобы было Платить налоги в непризнанной республике Не привыкли И снова завели старую пластинку на тему Россия придет, порядок наведет Но на самом деле Москва никуда из Приднестровья И не уходила Там есть контингент российских войск Называющих себя миротворцами Именно к ним через нашу Одещину В 2022-м пытались пробиться оккупанты Если бы русские подошли Российские войска подошли бы к границам Республики Молдова Они отнюдь бы не остановились на Днестре А дошли, возможно, бы и до Пута То есть до границы с Румынией Так может, заигрывание Приднестровских сепаратистов с Кремлем Это часть мечты Путина О захвате Одещины и далее Молдовы? А почему в перспективе Россия не сможет нанести удар по Молдове? Задайте себе этот вопрос Если Молдова будет вынуждена реагировать на приднестровские действия Это может привести к эскалации? Есть военный аэродром Куда могут садиться военные борта из России И мы можем завтра проснуться с военными бортами в Тирасполе Куда прилетит подкрепление Ситуация сейчас не такая, как в 22-м Успокаивает одесситов военный эксперт Александр Коваленко Попасть на Одещину по суше россияне не могут Они застряли на Херсонщине Выходить в море боятся там украинские дроны А вот на самолеты с десантом с удовольствием поохотится наше ПВО Если в воздушное пространство зайдет российский самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации А что мы будем делать? Наблюдать, как он пролетает над Одесской областью? Ну, я думаю, что нет Мы сделаем все, чтобы он присоединился к ракетному крейсеру Москва Еще на подлете Не стоит бояться Одещине и удара в спину из Приднестровья Где также есть и незаконные формирования И остатки российских военных В общей сложности вся тамошняя армия Примерно 9 тысяч человек Для испытанных в боях украинцев это не проблема А вот для Молдовы вполне реальная опасность У Молдовы есть армия, но она, мягко говоря, не совсем боеспособна И даже в Приднестровье силы более боеспособны, действенны и эффективны, чем молдавские В Приднестровском регионе с советских времен у российской армии, у так называемой Приднестровской армии остались и танки Есть у приднестровских сепаратистов и еще один козырь Буквально в двух километрах от Украины Возле населенного пункта Колбасна Это склады, стратегические склады Которые остались со времен Советского Союза Стратегические склады Южной группировки Варшавского договора Боеприпасов там тысячи тонн В условиях ведения активных боевых действий Они интересны как россиянам, так и нам, украинцам Даже если мы говорим о 10 тысячах тонн боеприпасов Они понадобились бы Украине Для борьбы с российским агрессором Но есть проблема Юридические склады находятся в Молдове Физически на территории Приднестровья Москва увезти их к себе не может Кишинев нам это оружие не дает Хотя если бы обратился с такой просьбой Мы бы этот вопрос решили быстро Взятие под контроль этого объекта Это считанные часы Это небольшая проблема для нас А потому в Приднестровье это нас должны бояться А не мы бояться Приднестровья Именно возможное решение Молдовы Отдать Украине боеприпасы из Колбасны Более всего раздражает Путина Плюс логистика Попытки нанесения ударов по железнодорожным мостам Которые идут через Днестр По которым возможна переброска товаров Но самое главное Это нанесение удара по Колбасны Но зачем уничтожать собственные склады в чужой стране Если можно эту страну захватить и склады забрать Скорее всего такой логикой и руководствовался Путин Ведь взятием Авдеевки накануне выборов Сильно не похвастаешься А вот присоединение очередного региона По его извращенной логике Россия нам должно понравиться У вас будет возможность еще раз поаплодировать Дослушните что я хочу сказать Поэтому по команде Кремля Накануне выступления Путина перед федеральным собранием Приднестровские сепаратисты Собственно и собираются на съезд Но просят не включить их в состав РФИ А денег Они сделали финт И очень интересный ход Помощь финансово-экономическая Иными словами Дайте бабло То есть не военная какая-то операция Не присоединение к России А просто дайте бабло Потому что Молдова Она нас так притесняет По данным нашего источника В Приднестровье Такое слишком мягкое И декларативное решение депутатов Разъярило Путина И теперь руководство сепаратистов Могут ждать тяжелые времена А что если после такой подставы Где-то там в Приднестровье Начнут очень быстро обрываться тромбы У некоторых лидеров этого сообщества Почему же тогда Приднестровская сходка Сепаратистов всех уровней Убрала из решения Просьбу о присоединении к РФИ Наш источник утверждает Накануне съезда С руководством Приднестровья Была проведена Разъяснительная работа Им объяснили Что становиться Вассалом Путина Это плохо Ведь когда ты тихо Не платишь налоги Это проблема Молдовы А если становишься Представителем Российских оккупационных властей Ты проблема Всех спецслужб мира А это прямо влияет На продолжительность жизни Константин Павлов Телеканал Freedom Редактор субтитров А.Семкин